Здравствуйте, епископ Юханас Йостус и Рейнан Йостус. Огромное спасибо Виктору Шмидт, который соединил наши пути, построил мосты, чтобы епископ Юханас Йостус приехал к нам служить и приехал на свою Родину, навестить свои родные места. Это Божий человек 10 лет возглавлял самый большой союз евангельских 50-х церквей в Германии. На сегодняшний день в этом союзе 943 церкви. Служите Бога Росква. Мы очень рады вас приветствовать, Юханас Йостус и Рейнан Кошки-Ленисдер. Welcome. Добрый день и от нас. Перед тем, как я нас немножко представлю, я хотела вас просто от чистого сердца поблагодарить за ваше такое гостеприимство, за ваше доверие, за ваше приглашение. И хотела немножечко посвидетельствовать тогда, когда мы жили здесь, в Казахстане, у нас были ужасные гонения. Вы даже себе представить не можете, какие были гонения. Наших лидеров запирали. Им горячим утюгом жгли волоса на голове. Им ногти вырывали, чтобы они отказались от Господа. А какое теперь благословение, когда я вижу цельфики, какие полные. И особенно хочу поблагодарить казацкий народ. От чистого сердца вам хочу сказать. Харахмет. Чтобы нас, немцев, тогда приняли. Мы будем учиться из истории из Библии, как Господь ведет нас. Мы в Казахстане, я родился около Акмолинска, сейчас Астана, в деревне Кручи, а вырос в Джамбуле. Мы там выросли. У нас там, мы полюбили друг друга в Ровном, около Джамбула. У нас родились дети там все. Мы ходили в садик туда, получили образование в Казахстане. Так что мы вернулись на нашу историческую родину. Ассалам алейкум. По-немецки зовут, будь маги, шой рейтсу зейн и либен. Называется, доброе утро, приятно вас видеть по-русски. Так что у нас одна, мы кровные родственники. Все. Мы дети Божьи. Мы кровные родственники. Вне зависимости от национальности, от семей, от пола. Мы дети Иисуса Христа. Это объединяет нас и делает нас сильными. И мужественно в нашей жизни. Бог пишет с нами свою историю, нашу историю в нашей жизни. Поэтому, когда я вырос в Казахстане, я себе представить не мог. Я с деревни, четыре тысячи человек. Я представить себе даже не мог, что когда-нибудь вернемся мы в Германию, откуда мы были, произошли. Слава Богу, что Господь нас в Казахстан приведет. Это Виктор Шмидт, пастор Виктор Шмидт, был по неотступности его. Мы оказались у вас. Он меня подкупил. Он сказал, если приедешь в Алмату, мы съездим в Чамбул. Тогда поедем. Обязательно. Так что у каждого сам подход к сердцу. Он пишет историю со мной. Спасибо, Иисус Камилан. И Анона за ваше доверие. Вы доверяете в людей ваших. И даже не боитесь. Я хочу познакомить вас с тремя личностями из Библии, которые носили одно имя, но отличались своим поведением, своим характером. И они прожили свою личную жизнь каждый. И с помощью Бога, жизнь Бога писали или писал Бог историю и жизни. Одинаковые имена, разные происхождения, разные судьбы. А Господь с каждым индивидуально писал историю. Поэтому сегодня слушайте, и вы сидите внимательно. И думайте о себе в этот момент. Изучая историю. И думайте о себе. С ними различными людьми писал Бог историю свою. Так и Он с нами пишет свою историю. Потому что мы все различные. У меня пять братьев, пять стер. И мы все разумы. Я родился в поселенке. Называется сын, кричит ребенок. А давление со всех сторон. Понимаете? Поэтому такой крепкий стал. Били сверху, били снизу, били сбоку. Потом и состоялся. Все. Оббили все в глазах. Три библейские Иосифа. Иосиф стерили Якова и Анафили. Это первый Иосиф. Второй Иосиф муж Марии, Матерь Иисус. И третий Иосиф. Иосиф Сермафия. История Террой Иосифа в Библии показана различные аспекты. Послушание, веру, преданность Богу. Это самое главное. Послушание, веру и преданность Богу. Всю свою жизнь. Хоть и больно, но приходится слушаться. Я в Советском Союзе вырос. У меня первая реакция была всегда. Нет говорить. На всякий случай. А потом, эту же болезнь принес Царствие Божие с собой. Эту привычку. Когда Дух Божий обращается. Я говорю, нет сначала. А потом подумаю. Но Господь любит нас. Он не отпускает нас. Любовь это действие. Вот смотрите, как Господь делает. Ваш епископ разрешил мне даже ходить. Разрешил ты мне ходить? Вот смотрите, как любовь Божия делает. Она вот так делает. И молитвы ваши дошли до Господа. И слезы ваши Господь не забыл. И никогда не оставит вас. Он с вами днем и ночью. Что благословлять вас и ваше все семейство. Я благословляю вашу жизнь. И благодарю вам, что вы верны. Спасибо вам. Так Господь, обращаясь к нам, пишет с нами историю нашей жизни. Когда мы с Богом, мы знаем, что Он нас никогда не забывает. Независимо от нашей ситуации. Люди забудут, а Он никогда не забудет. Первый пункт. Иосиф, сын Иакова и Рахили, рассмотрим мы с вами. Иосиф, сын Иакова и Рахили, это Иосиф. Иосиф, он особо известная фигура в Старом Завете. Если я буду ошибаться по-русски, покройте меня любовью, пожалуйста, своей. Я все по-немецки делал. 35 лет по Германии, все на немецком. Поэтому 35 лет спустя вернулись на историческую родину. Покройте любовью мои ошибки. Хорошо? Спасибо вам. Что сделало его особенным, этого человека? Иосиф, правнук Авраама, происходил из непростой семьи. С большой семьи. Я бы сказал, что у него не было не особенно хорошее детство было. Плохое детство было у него. Очень нагрузочное. Его отец Иаков воспитал 12 сыновей. Они были не очень простые. И одну дочь с двумя женами и с двумя рабынями или слугами, служанками и жен. У него были 4 жены в то время. У него было 13 детей. Иосифу было нелегко жить в этой семье. Поскольку у Иакова была любимая жена, поэтому у него был любимый сын. Это было нехорошо. Если вы кого-то хотите, чтобы ненавидели, сделайте из него любимчика. И его будут ненавидеть. У нас, когда у нас свои дети, они всегда говорят, ты их любишь больше, чем меня. Слава Богу, что наши дети. А то постоянно они думают, что ты кого-то больше любишь. Мы говорим, мы любим все одинаково. Бог любит нас всех. Одинаково они делают разницы. Слава Господу. А то были у нас ненавистники. Поэтому Иаков не сделал неправильно. У меня его сделали рубашку. Я отделяюсь от всех. Но я домой заберу пиджачок. Не буду больше отделяться. Поскольку братья его ненавидели, потому что отец ему особый костюмчик шил, чтобы все знали, что он любимчик, а вы нет. Поэтому они искали возможность убрать его с пути. Удалить его из жизни. Изолировать его. И поскольку братья его ненавидели его, стали завидовать. А вы знаете, как происходит в жизни? Рост ненависти. Я вам расскажу. Четыре принципа. Первый принцип – зависть. Я такое же хочу. Второй принцип – недоброжелательность. Я не желаю ему это. Третий принцип – ненависть. Если то и другое не получается – ненависть. Четвертый принцип – убийство. Так и в нашей жизни до сегодняшнего дня. Сначала завидуют люди. Потом недоброжелательность. Потом ненависть. Плохо говорят. А потом злословие – это тоже убийство. Плохо говорить о человеке. Это тоже убийство. Клевета – это тоже убийство. Но они решили от него избавиться. Бросили его. И Рувим, его брат, Рувим спас его. Но продал, как называется, медианитским торговцам. Спасибо. Высказался. Они продали его на рабском рынке в Египте. Патифар купил его. Он был главой тайной полиции. Покупает его домой. Но он заметил, что Иосиф – это необычный, грубый раб, но особый человек. Поэтому он ему дал все свое, что у него было. Бытие, глава 39. Описана эта история. И с стиха 6 по 20 коротко я парафразировать буду некоторые слова. Поэтому 1, 6 стих. Поэтому Патифар дал Иосифу власть над всем своим имуществом, но уже не заботился ни о чем своем в доме, кроме своей пищи. Иосиф был красивым юношей. Красота тоже не всегда легко дается потом. Поэтому, раз он красивый был, жена Патифара стала желать его и попросила его переспать с нею. У него нет больше... Иосиф отвечает, отказался ты. Мой Господин доверяет мне во всем, что касается его дома. У него нет ничего больше власти в доме, чем у меня. Он ничего не уступает, не утаил от меня, кроме тебя, ибо ты его жена. Как я могу сделать это такое зло? Это был вашим грехом против Бога моего. Что мне нравится у этого человека? Ему предложение было такое, особое предложение. У него не только был он господином дома, он мог стать бы и с госпожой спать. Получается, предложение изумительно, трудно отказаться. Тем более, его продали, его унизили, братья ненавидели, выбросили. Он раб. Наконец-то возможность, возможность. Он говорит, как я могу пред моим Богом согрешить? Страх Господен – начало мудрости. Страх Господен – начало мудрости. Иосиф не боялся людей. Он боялся Бога. Для меня он был большим примером всю мою жизнь. Этот человек, когда жена его, я сейчас расскажу эту историю коротко, когда она пыталась его свести или как, свести, да? Соблазнить, спроси вас, соблазнить его пыталась. Он ушел, она схватила его пиджак или мантию, он бросил, она потом стала кричать, пришел муж, она говорит, вот ты привел этого раба сюда, и он меня хотел изнасиловать. Только одна была возможность, что я удержала его мантию или пиджак, или плащ. А Иосиф ни одного плохого слова не сказал о ней. Для меня это поразительно. Он не оправдывался, он не говорил, я не виноват, она виновата. Он не говорил, если бы она была путевой женщиной, этого не было ни одного слова. И опять его ссылают в тюрьму. Он доверял своим Богу. Мы живем в наше время тоже, где упадки ценностей. Что вчера было неправильным, сегодня нормально, особенно у нас в Европе. Что вчера было святым, сегодня нормально, сегодня нормально, грешным, сегодня нормально. Что святым это не надо. Мне говорят люди, ты старого поколения, Иоаннус, но я правда, я старый, 66 лет уже. Я старого поколения с прошлого тысячелетия. Господь по-другому сейчас смотрит. Секс до брака роли не играет. Ну, немножко сблудить страшно, ничего страшного. Я говорю, что вы думаете? Бог поменяет свое слово ради тебя? Бог не меняет свое слово. Он не меняет свое слово. Он изменяет нас по своему слову, когда мы с Господом. Иосиф не клеветал. Он не сплетничал. Это для меня вообще поразительно. Что мы должны делать? Мы должны учиться от Него. Он остался чистым человеком. Я в одной церкви был, пришел ко мне один и говорит, этот пастор знакомый тебе? Да, говорю, он мой друг. О, Иоаннес, если бы ты знал, что он о тебе говорил. Друзья, любопытство распирает меня. Я так хотел узнать, что бы мне он говорил. А в этот момент Дух Божий мне говорит, а зачем тебе это знать? Зачем тебе? Ну, Господи, я хотел бы возможность ему отомстить за плохие слова. Я ему на хлеб хочу намазать за плохие слова. А Дух Божий говорит, не допустай злословие в сердце свое. А я говорю этому человеку, я не хочу слышать. Как не хочешь слышать? Я не хочу слышать, клеветники Царствия Божия не наследуют. Написано, пьяницы, обжоры, клеветники, Царствия Божия не наследуют. Раньше, когда мне говорили, а тебе вот рассказывали, а я спрашивал, а что они говорили? А сейчас говорю просто спасибо. А ты же не знаешь за что. Я же не достоин, чтобы обо мне говорили. Поэтому говорят. Поэтому я этого пастора не мог ему мстить, потому что я не прислушался. Как Иосиф, он не стал говорить плохо. Друзья, чистота пред Богом, это большой вызов и большое дело. Матфея 5,8. Счастливы, чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Хотим и Бога узреть, будьте чистым сердцем, нелегко. Иосиф, сын Иакова, Иерахили, жил чистым пред своим Богом. Это его особенность была. Поэтому он предвидел голод и стал великим человеком, который пестал историю народа израильского и по всему миру. Второй Иосиф. Иосиф, муж Марии. Я нахожу его совершенно восхитительным, восхитительным этого человека. Почему? Иосиф, муж Марии, Иосиф известный, как муж Марии, матери Иисуса. Он был праведным человеком. И Бог его избрал, чтоб он его сына воспитал. Представьте себе, какое благодать. Бог избрал его, чтоб он его сына воспитал. какое доверие Господь вложил в руки Иосифа. И так же в нашей жизни Бог веряет нам то, что ему драгоценно. Он не послал ангела, чтоб он воспитывал своего сына. Нет, он призвал Иосифа на это. И когда я это читаю, я думаю, Господи, какое доверие и верение с Твоей стороны в руки человека. У Марии был выбор. К ней пришел ангел, лично и сказал, благодатная. А Иосифа не было выбора. Ангел во сне к нему пришел. Ему пришел соглашаться. Мария стала беременная. Когда она этому сказала, понятия не имею. когда Мария сказала ему, что она беременная. Какой вызов для человека Матфея 1,19. Но Иосиф, муж ее, который был благочестивым и праведным, не хотел обесчестить ее, вздумал тайно оставить ее. Он хотел тайно уйти от своей супруги, чтобы не опозорить ее, потому что у народа израильского помолвка. Это было как свадьба уже. Он говорит, я не хочу ее опозорить, я тайно уйду, чтобы ее не опозорить. Ангел Господень пришел ночью к нее. И когда он узнал, что она беременна, не знаю, она была у Елизаветы еще, три месяца ходила там, вернулась домой. Вот когда мы жили в Джамбуле, у нас были пчелы. Я был в Ташкенте, там на хлопке мед собирали наши пчелы. Я прошел там месяц на хлопке, приезжаю домой, Ирина открывает ворота, бросается, обнимает. Я пододвинул ее, говорю, драгоценная, ты беременная? Она говорит, нет, все нормально. Я говорю, как так? Я вижу, у тебя животик вырос. Она говорит, даже не замечала. Но это было всего месяц, не три месяца. Это было всего месяц. Просто, я думаю, какое вот удивление было, а Иосиф, друзья, он был праведным человеком. Поэтому Матфея, 1 глава 24 стихов, написано, когда Иосиф проснулся, когда ангел к ним пришел, и поступил так, как сказал ему ангел Господень. Он взял Марию в жену, он не дискутировал. Какой вызов изоляция из семьи, оставить родственников, взять эту беременную женщину и бежать в Египет. Он оставил свою родину, оставил все свои привилегии, свой бизнес, все оставил, и пошел с Марией в Египет, потому что ребенка хотели убить. Иногда Господь посылает нас туда, куда мы не думали даже. Но что Он помещал ему? Он будет с ним. Для меня это большая честь, когда Бог говорит, я буду с тобою. Никогда тебя не покину и не оставлю. Он нас не забывает и наших детей не забывает, друзья. Иосиф был праведным человеком. Он служил Богу от всего сердца. Он был милосердным человеком. Милосердный человек, который открывает свои сердца для нужды других и заботится о них с милосердием. У нас трое сыновей своих, трое дочерей, один приемный сын. И когда дети наши были маленькие, я хочу вас воодушевить, молиться с вашими детьми, как сегодня Алена нам сказала. Один из наших, когда дети были маленькие, я каждый вечер с ним, когда был дома, конечно, каждый вечер молился с ними. Я думаю, что они все молитвы забудут, а одно они наверняка не забудут, отче наш. Тогда я с ними после всего отче наш молился. А что я не знал в то время, тогда было постоянно посещение Духа Святого на их жизнь. Это я вообще не знал. Я еще не чувствую, я же не живу по чувствам, а по вере. Я бываю себя чувствую сильным, ничего нету, потом слава что-то появляется, так что чувство это такое дело, приходит и уходит. Потом наш мальчик подрос, оставил путь, для нас было большим. Спасибо, Господу, за тебя, работник хороший. Что бы мы делали без таких ребят и девочек? Представьте себе, сейчас бы кричать пришлось мне, спасибо, что горло хранить мал. Ну, в общем, наш мальчик не хотел служить Господу. Конечно, мы молились, как и вы все делаете. Кричим Богу, что Бог не забыл нас. Друзья, Бог не забывает нас, а веры все равно не было. Знакомы вам это? Веры все равно нету. А Бог не наказывает нас за это. Он любит нас, мы его дети. И в один прекрасный день пригласили наших ребят в городе, в Бремене, по-моему, не знаю, Дельмингост. Пригласили их туда на молодежное служение. А знаете, такие у нас молодежные служения, где свет и дым. Некоторые говорят, как в аду. А я говорю, как на горе у Моисея, хореп. Свет и дым, как у Моисея. Он все в глазах наших, как мы сегодня думаем. Кого-то ад, а у меня какое-то благословение. Ну, в общем, он говорит так, захожу, открываю дверь. Друзья, слушайте внимательно. Открываю дверь и произошло то же самое, что было дома у папы. Дух Божий сошел на него. Он меня по всему тешит. Он говорит, у меня мурашки всегда по всему телу были. Я не знал, что такое. По всему телу пошли мурашки. Сделали призыв. Он побежал вперед, покаялся. Сейчас он пастор, трое детей. Что вы думаете, он делает в каждый вечер с ними? Что молится он с ними? Отче наш? Конечно! Учите детей молиться. Они не забудут. Бог нас не оставит. Я говорю, Господи, это мои, мое наследие. Дай мне. Будьте милосердными, как Иосиф, муж Марии. Он был милосердным человеком. И третий Иосиф, мы читаем и третьего Иосифа, и Иосиф из Аримафии. Иосиф из Аримафии, друг и тайный ученик Иисуса Христа. Для меня это поразительно, как Господь работает. Иосиф это был, который упоминается в Новом Завете, является членом иудейского синедриона. После распятия Иисуса Христа Иосиф Аримафийский, тайный ученик, набрался мужества. Друзья, когда в лице смерти мужественные люди бегут, а старые трусливые становятся мужественными. Петр убежал, все убежали, а тут появился Иосиф в Аримафии. Если ты, у кого нет страха, тому не надо быть мужественным. Слышите вы меня? У кого нет страха, тому не надо быть мужественным. Мужественны только те, кто боится. Данка. Спасибо. Если у вас страх есть, значит, у вас есть надежда быть мужественным. Поэтому я призываю вас, как Иосиф Аримафий, быть мужественным. Конечно, он боялся за свою ситуацию, где находится, что скажут люди о нем, что скажут родители о нем. Когда я вырос в Жамбуле, я был в Баптистской церкви, и папа сказал, если будешь писятником в молитвенных языках, ты уже не сын мне больше, я отвергаю тебя как сына. Говорю, папа, если мое сыновство так дешево в глазах твоих, я сожалею очень, но они подают шантажу. Папа у меня очень мудрый человек был, муж веры, он сразу покаялся. Папа, после прощения мы обнялись и остались друзьями. Вы понимаете, мы должны быть Богу верны и мужественны в любой ситуации нашей жизни. Он был тайным учеником. Но что он сделал? Евангелие Иоанна, 19 глава, 38 стихом. После этого Иосиф Аримафия попросил у Пилата разрешение снять тело с креста. Он был тайным учеником Иисуса, потому что боялся главных иудеев. Когда Пилат разрешил ему, он пошел и взял тело. Если ты боишься свою семью, которая грозит тебе проклятием, то, что Бог благословляет, невозможно проклять. Алло? Один пришел ко мне, один в церкви говорит, мой сын проклял тебя. Я говорю, что? Мой сын проклял тебя. Почему? А ты сказал правду о нем. А? Иди домой и скажи сыну своему. Это проклятие на него пойдет. Меня невозможно проклять. Я под защитом неба. Аллилуйя. Он побежал домой к сыну. Говорит, сын, что ты сделал? Он говорит, я вижу, меня бьет жизнь. Иди кайся. А он приходит, дядька, прости меня. Я говорю, я прощаю тебя, но не делай больше глупостей таких. Меня не надо верующих проклинать. Сам себя проклянешь. Мы под защитом неба. Господь с нами. Я люблю вас. Потому что вы нужны Богу. Сейчас больше еще расскажу. Нужны Богу. И в такой тяжелой ситуации нашел Бог людей себе, которые взяли бы его сына и подостойно погребли его. Он заботился о своем сыне с самого начала. Он получил Иосифа, который заботился о нем. И дал еще второго Иосифа, который похоронил его. Так что Господь с нами, и Он благословляет нас. Поэтому Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 39 по 42. И пришел Никодим, который однажды посетил Иисуса ночью и принес с собой для бальзамирования. Слушайте внимательно. Для бальзамирования около 30 килограммов мира и алоя. Это же миллионы сейчас будет стоить. Какое сокровище Он принес туда. Они вместе завернули тело с травами и с длинными льняными одеждами, как приятно и принято у идеев для погребения. Вместо распятия был близ сад, там была новая гробница, которой никогда не пользовались. И поскольку этот день приготовления к Пасхе, а гробница находилась поблизости, они хоронили Иисуса там. Почему в секретности? Байзливые люди, которые беспокоятся о своем гражданской репутации, они боялись публично исповедовать Иисуса Христа. Но во время смерти Иисуса Христа они публично сделали это. Они пошли, рискуя смертью, жизнью к Пилату и взяли тело Христа. Поэтому, дорогой сын, если ты трусливый, Иосиф Самарифейми был мужественным человеком. Мы будем мужественными людьми, потому что Бог с нами. Епископ и его супруга Алена, можно вас побеспокоить? Хотели бы вы, чтобы я вас побеспокоил? Можно к вам подойти? Подойдите ко мне, драгоценные. Я сейчас озвучу, повернитесь к ним. Я благословить вас хочу. Просто благословить. Отец Небесный, я благословляю этого человека, который боит, страх Божий на нем. Я благословляю его, Господь, чтобы глаза были большие, многое далеко увидели во имя Иисуса Христа. Я благословляю, чтобы Азия была наша для Иисуса Христа. Я благословляю разуму, мужеством и преуспеванием неба. Страх – это не наш удел. Епископ, мы сыны льва. Мы не сыны зайца. Мы сыны льва. Иисуса, я благословляю этим мужеством небесным Тебя. Никто Тебя не остановит. Твои ноги укрепятся. Твое сердце укрепится. И Господь дадит Тебе большую благодать спасать людей во имя Иисуса Христа. И руки обниять людей. Обнимать и объединять людей. А Алене даст Твоей супруге Господь дал хороший, приятный слух. Она слышит голос небесный. Я вижу открытые небеса над Тобой. И Господь говорит, потому что она боится меня. Страх Господень сопровождает ее всю ее жизнь. И она никогда не потеряет слух в свою жизнь. Будет слушать слова от Господа и передавать им. И глубину Божию будешь понимать и поддерживать мужа. И Господь даст вам большое служение. И семьи будут восстанавливаться, исцеляться. И отвержение, которое вы прошли, пренебрежение, которое вы ушли, Господь окружит вам правильными людьми. Даст вам хороших оруженосцев, которые будут сами благословлены через вас в служении. Отец Небесный, апостольское помазание. Благоставляю их, Отец Небесный. Чтоб сила Господня сошла на них во имя Иисуса Христа. Со всей полнотой, как ты сказал, для апостолов. Спасибо тебе, добрый Христос, за это. Мы твои. Аминь. Будьте благословенны. Друзья, мы в руке Бога вернемся к проповеди. Можно дальше проповедовать? Готовы вы, да? Это так между делом. Мы же призваны благословлять. Поэтому я буду обобщать, подводить итог моей проповеди, но мне нравился один анекдот, который я прочел о Иосифе и Аримафее. Он обозвучивает полностью нашу веру. Иосиф и Аримафея приходят вечером домой, и жена ему говорит, Иосиф, как ты мог? Как ты мог это сделать? Это наша гробница, а ты ее отдал. А Иосиф говорит, да не беспокойся, дорогая, это только на выходные. Это, конечно, шутка. А с другой стороны, обобщает это нашу всю жизнь. Иисус Христос из Назарета умер и воскрес. Он не остался мертвым в гробнице, он воскрес. И мы служим живому Богу. Вы поняли? Поэтому только на выходные эта проблема. Так что эти факты. Иосиф, три Иосифа. Иосиф, сын Иакова и Рахили, жил непорочно пред своим Богом. И вы слушайте внимательно и сравните свою жизнь. Иосиф, муж Марии, был милосердным человеком. Иосиф, аримафии, был мужественным человеком. И решайте сами, кем вы хотите стать. Какими они были и кем стали, я рассказал вам. Кем они были, раб стал правильным человеком. Иосиф, муж Марии, стал милосердным человеком, потому что Бога слушался. Иосиф, аримафии, который трус был, стал мужественным человеком. Бог пишет с нами свою историю. И Он пишет с нами историю и берет наше прошлое. Он не отвергает наше прошлое. Он не отвергает нашу личную жизнь, наши таланты, способности, наше образование. Он все обобщает, фокусирует для спасения. Прежде чем я буду молиться, расскажу вам еще одну короткую историю из моей жизни. Потом будем молиться. Может, лет 6-7, не знаю, назад я сильно заболел. Простата не действовала больше. Я ходил к врачам, они проверяли меня, ничего не помогало. Сделала биопсию, 13 проб взяли, в трубу положили. У нас называется радиология, не знаю, как здесь называется. Положили в трубу, просветили все и сказали, господин Юстус, у вас черные и белые пятна на простате. У меня температура по 41 градусов лежала в кровати. По 14 дней не вставал. Ничего не помогало. Пошел врачом, мне говорит, я буду обращаться с ними, как с моим собственным отцом. А я спросил его, а какое отношение у вас к вашему отцу? Вы поняли, да? Может убить? Он говорит, очень хорошее. Тогда будем работать. Антибиотикам давали по 3 тысячи мили, да? Мили в день. Я лежал дома. Вы знаете, когда потеешь, потеешь, потеешь. Ирина говорит, дорогая сына, ты пахнешь уже трупом. Я говорю, дорогая, ничего не помогает. В церкви я уже боюсь молитву просить, потому что они мне сразу советуют все. Я просто молитву хочу, они мне советуют. Как питаться, как одеваться, что делать. Я сам это все знаю. Я не хотел советов, я просто молитву хочу. Милосердие хочу. Понимаете, Иосиф, сын Марии, не, муж Марии был милосердным человеком. Будьте милосердны. Я уже не хотел ни одного молитвы слушать. Потому что постоянно эта болтовня, сори, не надоела она мне. На конференции у нас первый вечер 1500 человек проповедуют. Мне надо постарей лидеров. Температура 41. Мне говорят, братья, что с тобой? У тебя язык уже заплетается. Я говорю, сил нету, не могу я. Бог не исцеляет меня. Я живу с удовольствием на этой земле. И я сказал, господи, я много на этой земле видел. Хорошего, менее хорошего. Но хорошее всегда преобладает. Всегда преобладает. Забери меня домой. Я создан для небес. Жена моя, Ирина моя, обеспеченная. Квартиру купили. Детки выросли. Забери меня на небеса. Я создан для небес. И вот ночью, в один прекрасный ночь, полчетвертого ночи, входят в комнату во сне три ангела. Один у ног, один слева, один справа. Который у ног смотрит на меня. Почему я скажу полчетвертого, я знал время, я даже скажу вам сейчас. Который у ног ангел смотрит на меня и говорит, Йоханнес, по-немецки, естественно, с немцем по-немецки разговаривает. Он все языки знает. Господь тебя заберет на небо. Но не сейчас. Твое время еще не пришло. Ты Богу очень нужен и важен. Поэтому живи и служи Ему. В этот момент оставляю я во сне мое тело. Вижу, на кровати лежит мое тело. А рядом в углу такая тумбочка, там будильник. Полчетвертого ночи. Сатана сидит, вот так и двигаться не может. А я думаю, только три ангела, а дьявол двигаться не может. А что он будет делать, когда Христос придет? Сатана имеет власть. Иисус Христос все власти. И ангел говорит повторно, Йоханнес, тебя заберут на небо. Но не сейчас. Твое время еще не пришло. Ты Богу очень нужен и важен. Живи и служи Ему. И в этот момент загорелось мое тело, засветилось мое тело легким голубым светом, синим светом. И когда свет потух, я вернулся в теле, проснулся, думаю, о Господи, опять температура, перегрелся, кошмар. Вы знаете, когда температуру можно много видеть. А это коснулось так глубоко сердца моего. Я говорю, если это сильно от Господа, это взяло мое сердце. Я говорю, Ирин, подождем пару месяцев. Я пойду к врачу, чтобы меня проверили. Потому что если Господь лечит, Он лечит, Он не так сегодня лечит, завтра меняет мнение. Держи, держи, держать нечего, если Господь исцелил. Я говорю, Он же не меняет каждый день свое мнение. Прошло пару месяцев, пошел к врачу. Опять взяли биопсию, 16 проб. Соле лет уже прошло, не знаю. Пять лет прошло, наверное. Пять лет прошло. Радиологию в трубу положили, все сняли. Я пришел к врачу, он говорит мне, Господин Юстус, поздравляю. Не знаю, почему, но вы здоровы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ангел Божий сказал мне, ты умрешь дома, своей женой, в кровати. А до тех пор живи и служи Богу. И в этот момент, друзья, впервые я понял, не здесь, а здесь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сыну Свою Денародного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я понял, что мы Богу настолько важны, что Он небеса и землю в движение привел, чтобы мы спаслись. Ты Богу очень важен и нужен. Никогда не дооценивай благодать Божью. Потом пришли ко мне три пастора и говорят, Йоанна, мы хотим в твою святую комнату зайти. Я говорю, что вы там хотите? Мы хотим в эту комнату. Зашли в комнату, стали под кроватью искать. Я говорю, что вы ищете? Мы ищем перья. Я говорю, братья, я вам о англах рассказывал, не о курах. Где написано в Писании, что он алгенов в куриные перьях. Другие спрашивают меня, а какой был ангел, что, как он выглядел? Друзья, мы не служим ангелам, мы служим Иисусу Христу. Ангелы служат нам. Мы Богу очень важны и нужны. Куда Он хочет идти, Он берет нас с собой туда и посылает заранее, чтобы мы пошли, приготовили место. Не только ученики, мы тоже. Аминь. Если вы можете, встаньте, пожалуйста. Закройте ваши глаза. Я обращаюсь к публике и всем, кто сейчас находится онлайн или в будущем будете. Вы слышали мой призыв? Бог пишет с нами свою историю, нашу историю, когда мы Его дети. И с каждым разно индивидуально. И мы Богу очень-очень важны и нужны. Поэтому обращаюсь к вам. Вы закрывайте все свои глаза, пожалуйста. Два глаза, не один. Или вниз смотрите. Если ты сегодня здесь или смотришь там по телевидению или по Ютубу позже, я обращаюсь к тебе. Это возможность нашей твоей жизни посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Я знаю, что мы все создания Божия, но детьми Божьи становимся мы тогда, когда мы Иисуса Христа принимаем в свое сердце. Я обращаюсь к вам. Если ты сегодня здесь и скажешь, я хочу быть тоже мужественным, милосердным или, как Иосиф Старого Завета, чистым пред Богом, все мое прошлое изменит Господь, потому что Он силен, то я буду сверху за вас молиться. Если вы хотите посвятить вашу жизнь Господу, покажите коротко мне свою руку, чтобы вам мог молиться. Кто-нибудь здесь есть, кто хочет? Спасибо, 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 спасибо. Повторяю еще раз, еще спасибо, спасибо. Вы показывайте руки не мне, Богу показывайте. Еще кто-нибудь есть? Спасибо, кто посвящает жизнь Господу. Богу очень важны, драгоценные. А сейчас будем все молиться. Верующие помогают нам, молятся вместе с нами. Или, епископ, ты хочешь молиться с народом? Я прошу, молитесь со мной вместе. Мы верим Богу и вращаемся к Нему. Иисус Христос, я услышал Тебя, и я принимаю решение сегодня для Тебя. Пожалуйста, прости мои грехи, очисти меня и дай мне Твою жизнь. Наполни меня Твоим Духом Святым. Иисус, я принимаю мое прощение верою. Мне прощено. И я принимаю новую жизнь верою. Спасибо Тебе, Господь, за спасение. Аминь. Иисус Христос, я благословляю этот народ, которые сказали здесь, на этом месте, да, Тебе. И которые скажут дома, около экрана, да, Тебе. Я благословляю, чтобы жизнь была в силе Духа Святого. Спасибо Тебе, Господь, за Твое чудотворение и за милость Божию. Слава Тебе, Господь, что Ты с нами. Спасибо, Господь, за спасающую руку. Мы Тебе важны, Господь, и нужны. Слава Тебе, Господь. И жизнь Божия, в виде их всю их жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...